Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование с фиткой эсфире. Перед нами пятая глава. На третий день эсфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла эсфирь и коснулась конца скипетра. «И сказал ей царь, что тебе царица эсфирь, и какая просьба твоя, даже до пуду царства будет дано тебе». Сравнивая текст книги в Масорецкой Библии и в Септуагинте, нельзя не заметить, что уже отмеченная выше в повествовании анонимность Бога предельно смущала уже древних читателей. Переводчик третьего века до Рождества Христова не готов оставить текст в таком виде, а раз уж любой перевод есть и интерпретация текста, то почему бы не сделать ее более развернутой, чтобы избавить читателя от сомнений. Таким образом, просто читая текст книги в переводе 70, мы уже видим предельно объемное поле интерпретирования. Бог подразумеваемый становится в нем Богом явным. И если основной текст молчит о молитвах, то четвертая, например, глава предлагает пространную молитву Мордахея, а эта глава начинается с ремарки о том, что три дня царица молится, прежде чем пойти к царю. Но, как мы уже говорили, в традиционной версии текста содержится хоть и более проблемное, но предельно более честное богословие. Источник более доверяет читателю, чем его греческий перевод, который, однако, вполне созвучен с торгумами, с переложениями текста, в этом месте также указывающими на молитву Эсфири и неоднозначную первую реакцию царя, о которой также молчит основной текст. Страх Эсфири вполне понятен. О стремительных переменах настроения восточных деспотов красочно повествует тот же Геродот, рассказывая мрачную историю о гостеприимстве богатейшего человека своего времени, Пифия, оказанном персидскому царю Ксерксу. Царь в благодарность за прием всячески превозносит Пифия, но когда слышит просьбу его о том, чтобы хотя бы одного из пятерых сыновей не забирали на войну, приказывает разрубить юношу пополам и бросить половины по сторонам дороги, по которой шло его войско. «И сказал Эсфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». «И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послово Эсфири». «И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина, «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена». Эсфирь предпочитает действовать неспешно, понимая, что всегда может в одночасье превратиться из охотника в жертву, так как пример «вашти» еще очень и очень свеж. Ей уже дважды предложено дополцарство. Широко распространенная фигура речи, которая, конечно, не означает готовность самодержца расстаться с половиной земель, но на бытовом уровне, звучащее как «проси, что хочешь, тебе ни в чем не будет отказа». Много позже другой сумасбродный правитель за один лишь танец пообещает такой же величины дар и будет вынужден поднести танцовщица на блюде главу Иоанна Предтечи. Едей Маше отмечает, что царь не мог не понимать, что какая-то серьезная причина вынудила царицу без приглашения прийти к его трону и рискнуть жизнью. Возможно, поэтому он и столь щедр. Он понимает, что просьба эта, по-видимому, будет не из простых. И отвечала Исфири, сказала, «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». В чем причина приглашения Амана на этот и последующий пир? Толкователи приводят множество вариантов, но ни один из них не имеет какого-либо однозначного подтверждения в тексте. Возможно, что именно пир она небезосновательно считала лучшим местом для быстрой расправы над злодеем-министром, так как и без того порывистый правитель под воздействием вина становился скор на расправу. Пример свашки, опять же, тому яркое подтверждение. Почему не на первом же пиру это происходит? Здесь комментаторы считают, что так ярко выделяя Амана из числа всех царедворцев, Эсфирь забрасывает семена ревности и сомнений в голову супруга и зависти к первому министру в головы других царских министров, чтобы потом, когда прозвучит обвинение, у Амана не нашлось бы заступников. И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордахея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мордахея. Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман, да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мордахея и Удеянина, сидящему в ворот царских. И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиной в пятьдесят локтей и утром скажи царю, чтобы повесили Мордахея на нем. И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Интересная деталь. Если в третьей главе Аман считает ниже своего достоинства расправляться с Мордахеем лично, то здесь, в шаге от триумфа, заручившись даже расположением царицы, он вдруг снисходит до личной мести. Об этом состоянии души многообразно предупреждает христианская аскетическая литература, указывая, что гнев питается от гордости. И чем сильнее в человеке властвует она, тем больше он проваливается в гнев. Страсть эта крепится, поддерживается и делается неодолимой от гордости. И пока сие дьявольское древо гордости, то есть гнева и раздражительности, напаяется злую водою гордости, да то ли оно разрастается и цветет и приносит обильный плод беззакония, говорят отцы. Чем больше возносится Аман, тем мелочней становится. Более того, по слову преподобного Марка, воздействие гнева опустошает душу, приводит ее в смятение и омрачает и человека делает подобным зверю. И мы видим, как исполненный всякого земного благополучия царедворец откровенно признается своим ближним, что все это он почитает пустым и тщетным, пока не удовлетворит разгоревшегося гнева отмщением. Субтитры создавал DimaTorzok